Задачи общин похожие на задачи сразу нескольких отраслей городской администрации. Работа с молодежью, участие в городских фестивалях, конкурсах, развитии и сохранении национальной культуры. Представители диаспоры принимают самое активное участие в жизни города. Не прошли без сочинцев разных национальностей и все событийные мероприятия в 2018. Это и День города, и День народного единства, и, разумеется, чемпионат мира по футболу, благодаря которому гости Мундиаля увидели весь колорит многонационального Сочи. Что для нас, для всех, скажем так, самое примечательное, и это результат плодотворной нашей работы, это, скажем так, активное участие, в первую очередь, я бы даже сказал, в обеспечении общественного порядка в городе Сочи. Результаты работы, в том числе и по представлению города, как многонационального нашего города, были созданы своеобразные точки активности, это и Лазаревский, наш центральный, который принимал, ну и все-все-все наши жители города Сочи, а все наши жители города Сочи – это все мы, поэтому всем-всем-всем большое спасибо. Международные мероприятия отгремели, и теперь самое время сделать акцент на городские. Каждая община поделилась планами и рассказала о ближайших национальных праздниках. Грузины, осетины, адыги, узбеки, татары, немцы, сибиряки, эстонцы, евреи, белорусы будут отмечать их масштабно, по всем традициям и обычаям, но с сочинским акцентом. Напомню, в нашем городе проживают более ста национальностей, это тысячи человек, для которых Сочи стал родиной. Итак, ближайший праздник, который соберет сочинцы в разных национальностях – казахский наурыз, то есть Новый год. Отмечается он 22 марта. Наурыз, символизирующий весеннее обновление, станет первым праздником казахской общины в Сочи. О создании новой диаспоры заявили на заседании Совета национальных общин курорта. Наверное, все выходцы из Казахстана, которые находятся здесь, а здесь их в Сочи довольно-таки много, им это очень близко. То есть и кухня, и традиции, и многие праздники, потому что в Казахстане мы привыкли отмечать и казахские национальные праздники, и русские национальные праздники. И я так думаю, что эти традиции должны прижиться здесь, в Сочи. Помимо празднований, нац-общины курорта занимаются и внешнеэкономической деятельностью. В прошлом году члены Совета с сочинской иранской общиной посетили Иран. У нас получилась хорошая туда программа, и я очень надеюсь, что наша просьба о отмене виз. Мы достучались до сердец МИДов, и уже вынесено предписание о необходимости это сделать. Побывали с деловым визитом мы в Турции. И там рассматривались вопросы возобновления морского сообщения с Турцией и Сочи. И тоже подвижка произошла. Это новое направление, которое в прошлом году мы все вместе запустили, оно требует предложения, оно уже начало давать маленькие плоды. Это очень важно для нас, сочинства, для нашего края, для нашей России, и для тех республик, для тех стран, с которыми мы наводим подобные контакты. В Новый год с новыми планами, а вот задачи, отмечает руководство Сочи, должны быть неизменны. Это единство и согласие сочинцев. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.